Вахместер, между тем, переписывал свой рапорт, который он ночью дополнил кляксами, размазав их по тексту словно мармелад. Он все переделал заново и вспомнил, что позабыл допросить Швейка еще об одной вещи. Он велел привезти Швейка и спросил его. — Умеете фотографировать? — Умею. — А почему не носите с собой аппарата? — Потому что его у меня нет. — чистосердечно признался Швейк. — А если бы аппарат у вас был, вы бы фотографировали? — спросил Вахмистр. — Ну, если бы да кабы, во рту росли бобы, — простодушно ответил Швейк, встречая спокойным взором испытующий взгляд Вахмистра. У Вахмистры в этот момент опять так разболелась голова, что он не мог придумать другого вопроса, кроме как, трудно ли фотографировать вокзалы? — Легче, чем что другое, — ответил Швейк. — Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте. А во-вторых, ему не нужно говорить «сделайте приятную улыбку». Теперь Вахмистр мог дополнить свой рапорт. В дополнение к моему сообщению номер 2172 докладываю. В этом дополнении Вахмистр дал волю своему вдохновению. При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан, и не носит он его с собой, чтобы не возбуждать подозрений. Это подтверждается и его собственным признанием в том, что он делал бы снимки, если б имел при себе аппарат. С похмелья Вахмистр в своем донесении о фотографировании все больше и больше запутывался. Он писал, из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привел бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было. Вахмистр был очень доволен своим произведением и с гордостью прочел его ефрейтору. — Недурно получилось, — сказал он. — Видите, вот как составляются доклады. Все должно быть. Следствие, милейший, не такая уж простая штука, и, главное, умело изложить все в докладе, чтобы в высшей инстанции только рот разинули. Приведите-ка его ко мне. Пора с этим делом покончить. — Итак, господин ефрейтор отведет вас в окружное жандармское управление вписок, — важно сказал Вахмистр Швейгу. — Согласно предписанию, полагается отправить вас в ручных кандалах. Но ввиду того, что вы, по моему мнению, человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем. Я уверен, что и по дороге вы не предпримете попытки к бегству. Вахмистр, видно, тронутый добродушием, написанным на швейковской физиономии, прибавил «И не поминайте меня лихом. Отведите его, господин ефрейтор. Вот вам мое донесение». — Счастливо оставаться, — мягко сказал Швейг. — Спасибо вам, господин Вахмистр, за все, что вы для меня сделали. При случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости. Швейг с ефрейтором вышли на шоссе, и каждый встречный, видя, как они увлечены дружеской беседой, решил бы, что это старые знакомые, которых свел случай, и теперь они вместе идут в город, ну, скажем, в костел. — Никогда не думал, — говорил Швейг, — что дорога в Будеевице окажется такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Кобелис. Очутился он раз у памятника Павлоцкому. Павлоцкий франтишек. — 1798-1876. Крупнейший чешский историк XIX века. В Праге ему поставлен памятник. На Маране. И ходил вокруг него до самого утра, думая, что идет вдоль стены, а стене этой ни конца, ни краю. Он пришел в отчаянии. К утру он совершенно выбился из силы, закричал. — Караул! А когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой, в Кобелисы, потому что, — говорит, — иду я вдоль какой-то стены уже пять часов, а ей конца не видать. Полицейские его забрали, а он там в участке все расколотил. Ефрейтор не сказал ни слова и подумал, — на кой ты мне все это рассказываешь? Опять начал заправлять арапа насчет будиевиц. Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые без разрешения ловят рыбу. — Их здесь одни браконьеры, — ответил Ефрейтор. — Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу нарезанной щетиной, но ничего не помогает. У них в штанах жесть. И Ефрейтор слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет, и затем развил новую теорию о том, что война — великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют многих негодяев и мошенников. — И так на свете слишком много народу, — произнес он глубокомысленно. — Всем стало тесно. Людей развелось до черта. Они подходили к постоялому двору. — Сегодня чертовски метет, — сказал Ефрейтор. — Я думаю, не мешало бы пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я вас введу в список. Это государственная тайна. Перед глазами Ефрейтора запрыгала инструкция из центра о подозрительных лицах и об обязанностях каждого жандармского отделения изолировать этих лиц от местного населения и строго следить, чтобы отправка их в следующую инстанцию не давала повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения. — Не вздумайте проговориться, что вы за птица, — сказал он. — Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода для паники. Паника в военное время — ужасная вещь. Кто-нибудь взболтнет и пойдет по всей округе, понимаете? — Я панику устраивать не буду, — сказал Швейк. И действительно, держал себя соответственно с этим заявлением. Когда хозяин постоялого двора, разговорился с ним, Швейк проронил. — Вот брат говорит, что за час мы дойдем до Писека. — Так значит, ваш брат в отпуску? — спросил любопытный хозяин у Ефрейтора. Тот, не сморгнув глазом, ответил. — Сегодня у него отпуск кончается. Когда трактирщик отошел в сторону, Ефрейтор, подмигнув Швейку, сказал. — Ловко мы его обработали. — Главное — не поднимать паники. Время военное. Перед входом на постоялый двор Ефрейтор сказал, что рюмочка повредить не может, но он поддался излишнему оптимизму, так как не учел, сколько их будет, этих рюмочек. После двенадцатой он громко и решительно провозгласил, что до трех часов начальник окружного жандармского управления обедает, и бесполезно приходить туда раньше, тем более что поднимается метель. Если они придут в писок в четыре часа вечера, времени останется хоть отбавляй. До шести времени хватит. Придется идти в темноте, по погоде видно. Разницы никакой, сейчас ли идти или попозже. Писок никуда от них не убежит. — Хорошо, что сидим в тепле, — заключил он. — Там, в окопах, в такую погоду куда хуже, чем нам здесь у печки. От большой кафельной печи несло теплом, и Ефрейтор констатировал, что внешнее тепло следует дополнить внутренним с помощью различных настоек, сладких и крепких, как говорится в Галиции. У хозяина их было восемь сортов, и он скрашивал ими скуку постоялого двора, распевая все по очереди под звуки метели, гудевшей за каждым углом его домика. Ефрейтор все время громко подгонял хозяина, чтобы тот от него не отставал, и пил, не переставая обвинять его в том, что он мало пьет. Это была явная клевета, так как хозяин постоялого двора уже едва держался на ногах, настойчиво предлагая сыграть в железку, и даже стал утверждать, что прошлой ночью он слышал на востоке канонаду. Ефрейтор икнул в ответ. — Это ты брось. — Без паники. На этот счет у нас есть инструкция. И пустился объяснять, что инструкция — это свод последних распоряжений. При этом он разболтал несколько секретных циркуляров. Хозяин постоялого двора уже абсолютно ничего не понимал. Единственное, что он мог промямлить, — это что инструкциями войны не выиграешь. Уже стемнело, когда Ефрейтор вместе со Швейком решил отправиться в Писок. Из-за метели в двух шагах ничего не было видно. Ефрейтор беспрестанно повторял. — Жми все время прямо до самого Писока. Когда он произнес это в третий раз, голос его донесся уже не с шоссе, а откуда-то снизу, куда он скатился по снегу. Помогая себе винтовкой, он с трудом вылез на дорогу. Швейк услышал его приглушенный смех, как с ледяной горы. С минуту его снова не было слышно. Потом он опять съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра. — Упаду, паника! Ефрейтор превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, снова упорно лезет наверх. Он пять раз подряд повторил это упражнение и, выбравшись, наконец к Швейку, уныло произнес. — Я бы мог вас легко потерять. — Не извольте беспокоиться, господин Ефрейтор, — успокоил его Швейк. — Самое лучшее, что мы можем сделать, — это привязать себя один к другому. Тогда мы не потеряем друг друга. — Ручные кандалы при вас? — Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы, — веско ответил Ефрейтор, ковыляя около Швейк. — Это хлеб наш насущный. — Так давайте пристегнемся, — предложил Швейк. — Попытка не пытка. Мастерским движением Ефрейтор замкнул одно кольцо ручных кандалов на руке Швейка, а другое — на своей. Теперь оба соединились воедино, как сиамские близнецы. Оба спотыкались, и Ефрейтор тащил за собой Швейка через кучи камней, а когда падал, то увлекал его за собой. Кандалы при этом врезались им в руки. И, наконец, Ефрейтор сказал, что так дальше не пойдет, и нужно отцепиться. После долгих тщетных усилий освободить себя и Швейка от кандалов, Ефрейтор вздохнул. — Мы связаны друг с другом на веки веков. Аминь, — прибавил Швейк, и оба продолжали трудный путь. Ефрейтором овладело безнадежное отчаяние. После долгих мучений поздним вечером они дотащились до писака. На лестнице в жандармском управлении Ефрейтор удрученно сказал Швейку. — Плохо дело. Нам друг от друга не избавиться. И действительно дело обстояло плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кеннигом. Первое, что сказал ротмистр, было — дыхните! Теперь понятно. Испытанный нюхом, он быстро и безошибочно определил ситуацию. — Ага. Ром-Кантушевка, черт, Рябиновка, Ореховка-Вишневка и Ванильная. Черт, очень крепкая настойка. — Господин вахмистр, — обратился он к своему подчиненному, — вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм выкидывать такие штуки, преступление, которое будет разбираться военным судом, приковать себя кандалами к арестованному и прийти в дребезги пьяным, влезть сюда в таком скотском виде. Снимите с них кандалы. Ефрейтор свободной левой рукой взял под козырек. — Что еще? — спросил его ротмистр. — Осмелюсь доложить, господин ротмистр. — Принес донесение. — А вас пойдет донесение в суд, — коротко бросил ротмистр. — Господин вахмистр, посадите обоих. Завтра утром приведите их ко мне на допрос, а донесение из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру. Писицкий ротмистр Кенник был типичным чиновником, строг к подчиненным и бюрократ до мозга костей. В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли сказать, ну, слава богу, пронесло тучу. Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукою ротмистр Кеннига. С утра до вечера ротмистр строчил выговоры, напоминания и предупреждения, и рассылал их по всей округе. С самого начала войны над всеми жандармскими отделениями Писицкой округи нависли тяжелые тучи. Настроение было ужасное. Бюрократические громы гремели над жандармскими головами, то и дело обрушиваясь на вахмистров, ефрейторов, рядовых жандармов или канцелярских служащих. За каждый пустяк накладывалось дисциплинарное взыскание. — Если мы хотим победить, — говорил ротмистр Кенник во время своих инспекционных поездок по жандармским отделениям. Всегда нужно ставить точку над И. А должно быть А. Б — Б. Всюду вокруг себя он подозревал заговоры и измены. У него была твердая уверенность, что за каждым жандармом его округи вводятся грешки, порожденные военным временем, и что у каждого из них в это серьезное время было не одно упущение по службе. А сверху из Минстерства внутренних дел его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из Писицкой округи, перебегают к неприятелю. Кенника подстегивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело все это ужасно. Жены призванных солдат шли провожать своих мужей на фронт, и он наперед знал, что солдаты обещают своим женам не позволить укокошить себя во славу государя-императора. Черно-желтые горизонты подернулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались 28-й и 11-й полки. Последний состоял из уроженцев Писицкой округи. В этой грозовой, предреволюционной атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными черными гвоздиками. Через Писицкий вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьи вагоны Писицкие дамы. В другой раз, когда через Писек проезжал маршевый батальон, несколько евреев из Писека закричали в виде приветствия «Хайль долой сербов!» Им так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице. А в то время, как происходили эти эпизоды, ясно показывающие, что обычное исполнение на органе в церквах австрийского гимна «Храни нам Божий государя» является ветхой позолотой и всеобщим лицемерием, из жандармских отделений приходили уже известные ответы а-ля Путин о том, что все в полном порядке, никакой агитации против войны не ведется, настроение населения — римская единица А, а воодушевление — римская единица А, Б. «Не жандармы, а городовые!» — ругался ротмистер во время своих объездов. «Вместо того, чтобы повысить бдительность на тысячу процентов, вы постепенно превращаетесь в скотов!» Сделав это зоологическое открытие, он прибавлял «Валяетесь дома на печке и думаете, со всей этой вашей войной поцелуйте меня в задницу!» Ну, далее следовало перечисление обязанностей несчастных жандармов и лекция о современном политическом положении и о том, что необходимо подтянуться, чтобы все было в порядке. После смелого и яркого наброска сверкающего идеала жандармского совершенства, направленного к усилению австрийской монархии, следовали угрозы, дисциплинарные взыскания, переводы и разносы. Ротмистер был твердо убежден, что он стоит на страже государственных интересов, что он что-то спасает, и что все жандармы, подвластных ему отделений, лентяи, сволочи, эгоисты, подлецы и мошенники, которые ни в чем, кроме водки, пива и вина, ничего не понимают и, не имея достаточных средств на пьянство, берут взятки, медленно, но верно расшатывая Австрию. Единственный человек, которому он доверял, был его собственный вахмистер из окружного жандармского управления, да и тот всегда в трактире делал замечания вроде «Нынче я опять разыграл нашего старого болвана». Ротмистер изучал донесения жандармского путемского вахмистра о швейке. Перед ним стоял его вахмистер Матойко и в глубине души посылал Ротмистра вместе с его донесением ко всем чертям, так как внизу, в пивной, его ждала партия в шнопс. «На днях я вам говорил, Матойко, — сказал Ротмистер, — что самый большой болван, которого мне пришлось в жизни встречать, — это вахмистер из Противина. Но, судя по этому донесению, путемский вахмистер перещеголял того. Солдат, которого привел этот сукин сын, пропойца Ефрейтор, помните, они были привязаны друг к другу, как собаки, и вовсе не шпион, это вне всякого сомнения, просто он самый, что ни на есть, обыкновенный дезертир. Вахмистер в своем донесении порет несусветную чушь. Ребенку с одного взгляда станет ясно, что он надрызгался под лес, как папский прилад. «Немедленно приведите этого солдата», — приказал он, просматривая донесение из Путима. «Никогда в жизни не случалось мне видеть более идиотского набора слов. Мало того, он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его Ефрейтор. Плохо меня эта публика знает, а я могу быть жестоким. До тех пор, пока они со страху раза три в штаны не наложат, до тех пор все думают, что я из себя веревки вить позволю». Ротмистер начал разглагольствовать о том, что жандармы не обращают внимания на приказы, и потому, как составляются донесения, видно, что каждый вахмистер превращает все в шутку и старается только запутать дело. Когда сверху обращают внимание вахмистров на то, что не исключена возможность появления в их районе разведчиков, жандармские вахмистры начинают вырабатывать этих разведчиков оптом. Если война продлится, то все жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в Путим, чтобы вахмистр явился завтра в писок. Он выбьет ему из башки это событие огромной важности, о котором тот пишет в своем донесении. «Из какого полка вы дезертировали?» — встретил ротмистер Швейк. «Не из какого полка». Ротмистер посмотрел на Швейка и увидел на его лице выражение полнейшей беззаботности. «Где вы достали обмундирование?» — спросил ротмистер. «Каждому солдату, когда он поступает на военную службу, выдается обмундирование». Спокойно улыбаясь, ответил Швейк. «Я служу в девяносто первом полку, и не только не дезертировал из своего полка, а наоборот». Это слово «наоборот» он произнес с таким ударением, что ротмистер, изобразив на своем лице ироническое сострадание, спросил. «Как это?» «Наоборот». «Дело очень простое», — объяснил Швейк. «Я иду к своему полку, разыскиваю его, направляюсь в полк, а не убегаю от него. Я думаю только о том, как бы побыстрее попасть в свой полк. Меня страшно нервирует, что я, как замечаю, удаляюсь от чешских будиёвиц. Только подумать, целый полк меня ждет». Путимский вахмистер показал на карте, что будиёвицы лежат на юге, а вместо этого отправил меня на север. Ротмистер только махнул рукой, как бы говоря, «он и почище еще номера выкидывает, а не только отправляет людей на север». «Значит, вы не можете найти свой полк?» — сказал он. «Вы его искали?» Швейк разъяснил ему всю ситуацию, назвал таборы, все места, через которые он шел в будиёвицы. Милевска, Кветов, Враж, Мальчин, Чижева, Седлец, Горождёвицы, Радомышль, Путин, Штекна, Страканицы, Волынь, Дуб, Водняны, Противен и опять Путин. С большим воодушевлением описал он свою борьбу с судьбою. Поведал ротмистру о том, как он всеми силами, несмотря ни на какие препятствия и преграды, старался пробиться к своему девяносто первому полку в Будиёвицах, и как все его усилия оказались тщетными. Швейк говорил с жаром, а ротмистр машинально чертил карандашом на бумаге изображение заколдованного круга, из которого бравый солдат Швейк не мог выбраться в поисках своего полка. «Что и говорить, геркулесова работа», — сказал наконец ротмистр, с удовольствием выслушав признание Швейка о том, что его угнетает такая долгая задержка и невозможность попасть вовремя в полк. Несомненно, это было удивительное зрелище, когда вы кружили около Путима. «Да все бы уже было ясно», — заметил Швейк, — «не будь этого господина Вахмистра в несчастном Путиме. Он не спросил у меня ни имени, ни номера полка. И все представлялось ему как-то шиворот на выворот. Ему бы нужно отправить меня в Будиевицы, а там бы в казармах ему сказали, тот ли я Швейк, который ищет свой полк, или же я какой-нибудь подозрительный субъект. Сегодня я мог бы уже второй день находиться в своем полку и исполнять обязанности». «Почему же вы в Путиме не сказали, что произошло недоразумение?» «Потому как я видел, что с ним говорить напрасно. Ну, бывает, знаете, найдет на человека такой столбняк. Старый рампотрактирщик из виноградых говаривал, когда у него просили взаймы, что порой человек становится глух, как чурбан». После недолгого размышления Ротмистер пришел к заключению, что человек, стремящийся попасть в свой полк и предпринявший для этого целое кругосветное путешествие, — ярко выраженный дегенерат. Соблюдая все красоты канцелярского стиля, он продиктовал машинистке ниже следующее. В штаб девяносто первого императорского и королевского полка в чешских Будеевицах Сим препровождается к вам в качестве приложения Швейк Йозеф, состоящий, по его утверждению, рядовым вышеупомянутого полка и задержанный, согласно его показаниям, жандармами в Путиме Писецкого округа по подозрению в дезертирстве. Вышеупомянутый Швейк Йозеф утверждает, что направлялся к вышеозначенному полку. Препровождаемый обладает ростом ниже среднего, черты лица обыкновенные, нос обыкновенный, глаза голубые, особых примет нет. В приложении препровождается вам счет задовольствования вышеназванного, который соблаговолите перевести на счет Министерства внутренних дел с покорнейшей просьбой подтвердить принятие препровождаемого. В приложении С. Римская единица посылается также список казенных вещей, бывших на задержанном в момент его задержания. Принятие Коева следует подтвердить. Время путешествия от Писока до Бодиевиц пролетело для Швейка быстро и незаметно. Его попутчиком на сей раз оказался молодой жандарм-новичок, который не спускал со Швейка глаз и отчаянно боялся, как бы тот ни сбежал. Страшный вопрос мучил все время жандарма. «Что делать, если мне вдруг захочется в уборную по большому или по малому делу?» Вопрос был разрешен так. В случае нужды взять Швейка с собой. Всю дорогу от вокзала до Мариинских казарм в Бодиевицах жандарм не спускал со Швейка глаз и всякий раз, приближаясь к углу или к перекрестку, как бы, между прочим, заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевых патронов. В ответ на это Швейк высказал свое глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы во избежание всевозможных несчастий. Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм. Дежурство по казармам уже второй день нес поручик Лукаш. Ничего не подозревая, он сидел в канцелярии за столом, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительный документ. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут!» — торжественно произнес Швейк, взяв под козырек. Свидетелем всей этой сцены был прапорщик Котятка, который потом рассказывал, что, услышав голос Швейка, поручик Лукаш вскочил, схватился за голову и упал на руки Котятка. Когда его привели в чувство, Швейк, стоявший все время во фронт, руку под козырек, повторил еще раз. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут!» Бледный как мел поручик Лукаш дрожащей рукой принял сопроводительные бумаги, подписал их, велел всем выйти и, сказав жандарму, что все в порядке, заперся со Швейком в канцелярии. Так кончился будиевицкий анабасис Швейка. Нет сомнения, что если б Швейка не лишили свободы передвижения, он сам дошел бы до Будиевиц. Если доставку Швейка по месту службы поставили себе в заслугу казенные учреждения, то это просто ошибка. При швейковской энергии и неистощимом желании воевать, вмешательство властей в этом случае было только палкой в колесах. Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга. В глазах поручика сверкали ярость, угроза и отчаяние. Швейк же глядел на поручика нежно и восторженно, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную. В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, как кто-то ходит взад и вперед по коридору. Какой-то добросовестный, вольно определяющийся, оставшийся дома из-за насморка, — это чувствовалось по его голосу, — гнусавя зубрил, — как должно принимать членов августейшей семьи при посещении ими крепостей. Четко доносились слова. Как только высочайшие особы появятся в виду крепости, на всех бастионах и укреплениях производится салют из всех орудий. Комендант крепости верхом выезжает вперед с саблей наголо, чтобы принять их. — Заткнитесь вы там! — крикнул в коридор поручик. — Убирайтесь ко всем чертям! Если у вас бред, так лежите в постели! Было слышно, как усердный, вольно определяющийся, удаляется, и как с конца коридора, словно эхо, раздается его гнусавый голос. В момент, когда комендант отдает саблею честь высочайшим особам, производится второй салют, который повторяется в третий раз при вступлении высочайших особ на территорию крепости. А поручик и швейк молча продолжали смотреть друг на друга, пока, наконец, первый не сказал тоном, полным злой иронии. — Добро пожаловать в чешские будиевицы, швейк! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан, и завтра вы явитесь на рапорт в полк. Я из-за вас страдать не буду. Довольно я с вами намучился. Мое терпение лопнуло. Как только подумаю, что я мог так долго жить рядом с таким идиотом? Поручик зашагал по канцелярии. — Нет, это просто ужасно. Теперь мне просто удивительно, почему я вас до сих пор не застрелил. А что бы мне за это сделали? — Ничего. Меня бы оправдали, понимаете? — Так точно, господин поручик, вполне понимаю. — Бросьте ваши идиотские шутки, а то и в самом деле случится что-нибудь нехорошее. Вас, наконец-то, проучат как следует. В своей глупости вы зашли так далеко, что вызвали катастрофу. Поручик Лукаш потер руки. — Теперь вам каюк. Он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвезти Швейка к профосу и передать последнему записку. Профос — тюремный надзиратель. Швейка провели по двору, и поручик с нескрываемой радостью увидел, как отпирается дверь с черно-желтой дощечкой и надписью «Полковая гауптвахта», как Швейка исчезает за этой дверью и как профос через минуту выходит оттуда один. — Слава Богу, — подумал поручик, — наконец-то он там. В темной тюрьме Мариинских казарм Швейка сердечно встретил валявшийся на соломенном матрасе толстый и вольноопределяющийся. Он сидел там уже второй день и ужасно скучал. На вопрос Швейка, за что он сидит, вольноопределяющийся ответил, что за сущую ерунду. Ночью на площади под галереей он в пьяном виде случайно съездил по шее одному артиллерийскому поручику. Собственно говоря, даже не съездил, а только сбил у него с головы фуражку. Вышло это так. Артиллерийский поручик стоял ночью под галереей и, по всей видимости, охотился за проституткой. Вольноопределяющийся, к которому поручик стоял спиной, принял его за своего знакомого, вольноопределяющегося Франтишека Маторну. — Точь в точь такой же заморыш, — рассказывал он Швейку. — Ну, я это потихоньку подкрался сзади, шип с него фуражку и говорю. — Здорово, Франта! А этот идиотина как начал свистеть, — ну, патруль и отвел меня. — Возможно, — предположил вольноопределяющийся, — ему при этом раза два и попало по шее, но, по-моему, это дело не меняет, потому что тут ошибка явная. Он сам признает, что я сказал «Здорово, Франта», а его зовут Антоном. Дело ясное, но мне может повредить то, что я сбежал из госпиталя. А если вскроется дело с книгой больных... Когда меня призывали, — продолжал он, — я заранее снял комнату здесь, в Будеевицах, и старался обзавестись ревматизмом. Три раза подряд напивался, а потом шел за город, ложился в канаву под дождем и снимал спаги. Но ничего не помогало. Потом я целую неделю зимой по ночам ходил купаться в Мальше, но добился совсем другого. Так брат закалился, что потом целую ночь спал у себя во дворе на снегу, а когда меня утром будили домашние, ноги у меня были теплые, словно я лежал в теплых туфлях. Ну, хоть бангину схватить. Ни черта не получалось. Да что там! Ерундовый трипер и то не мог поймать. Каждый божий день я ходил в Порт-Артур, у кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез, их оперировали, а у меня иммунитет. Чертовски брат не везет. Наконец познакомился я у Розы с одним инвалидом из Глубокого, а он мне сказал, чтобы я заглянул к нему в воскресенье в гости на квартиру и ручался, что на следующий же день ноги у меня будут, что твои ведра. У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания. И действительно, я из Глубокого еле-еле домой дошел. Не подвел золотая душа. Наконец-то я добился суставного ревматизма. Моментально в госпиталь, и дело было в шляпе. Потом счастье еще раз улыбнулось мне. В Будеевице в госпиталь был переведен мой родственник, доктор Масок из Жишкова. Только ему я обязан, что так долго продержался в госпитале. Я, пожалуй, дотянул бы там и до освобождения от службы, да сам испортил себе всю музыку этой больничной книгой. Ну, штуку я придумал знаменитую. Раздобыл себе большую конторскую книгу, налепил на нее наклейку и вывел больничная книга 91, рубрики и все прочее, как полагается. В эту книгу я заносил вымышленные имена, род болезни, температуру. Каждый день после обхода врача я нахально выходил с книгой под мышкой в город. У ворот госпиталя всегда дежурили ополченцы. Так что и в этом отношении я был застрахован. Покажу им книгу, а они мне под козырек. Обыкновенно я шел к одному знакомому чиновнику из податного управления, переодевался у него в штатское и отправлялся в пивную. Там, в своей компании, мы вели различные предательские разговорчики. Скоро я так обнаглел, что и переодеваться в штатское не стал, а ходил по городу и по трактирам в полной форме. В госпиталь на свою койку я возвращался только под утро, а если меня останавливал ночью патруль, я, бывало, покажу только эту книгу девяносто первого полка. Больше меня ни о чем не спрашивают. У ворот госпиталя опять ни слова не говоря показывал книгу и всегда благополучно добирался до своей койки. Обнаглел, брат, я так, что мне казалось, никто ничего мне сделать не может, пока не произошла роковая ошибка ночью на площади под арками. Эта ошибка ясно мне доказала, что не все деревья, товарищ, растут до неба. Гордость предшествует падению. Что слава, дым! Даже и кар обжег себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат. В другой раз будет мне наукой, чтобы не верил в случайности, а бил самого себя по морде два раза в день утром и вечером, приговаривая, осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит. После вакханалий и оргий всегда приходит моральное похмелье. Это, брат, закон природы. Подумать только, что я все дело себе испортил. Глядишь, я бы уж был негоден к несению строевой службы. Такая протекция! Околачивался бы где-нибудь в канцелярии штаба по пополнению воинских частей. Но моя собственная неосторожность подставила мне ножку. Свою исповедь, вольно определяющийся, закончил торжественно. И Карфаген пал. От Ниневии остались одни развалины, дорогой друг. Но все же выше голову. Пусть не думают, что если меня пошлют на фронт, то я сделаю хоть один выстрел. Полковой рапорт, исключение из школы, да здравствует его императорского и королевского величества кретинизм. Буду я еще корпеть в школе и сдавать экзамены. Кадет, юнкер, подпоручик, поручик. Нас мне на них. Военные училища, занятия с воспитанниками, оставшимися на второй год. Вся армия разбита пролечом. На каком плече носят винтовку? На левом или на правом? Сколько звездочек у капрала? Учет состава чинов запаса, чёрт побери. Курить нечего, товарищ. Хотите, я научу вас плевать в потолок? Посмотрите, вот как это делается. Задумайте перед этим что-нибудь, и ваше желание исполнится. Пиво любите? Могу рекомендовать вам отличную воду, вон там, в кувшине. Если хотите вкусно поесть, рекомендую пойти в Мещанскую беседу. Мещанская беседа — старинный чешский ресторан. Кроме того, со скуки рекомендую вам заняться сочинением стихов. Я уже создал здесь целую эпопею. Профос дома крепко спит, пока враг не налетит. Тут он встанет ото сна, мысль его, как день ясна. Против вражьей канонады он воздвигнет баррикады, пустит в ход скамейку, нару и затянет полон жару в честь австрийского двора. Мы врагу готовим кару, императору, ура! — Видите, товарищи, — продолжал толстяк, вольноопределяющийся, — а вы говорите, что в народе уже нет прежнего уважения к нашей обожаемой монархии. Арестант, которому и курить-то нечего, и которого ожидает полковой рапорт, являет нам прекраснейший пример приверженности к трону и сочиняет оды единой и неделимой родине, которую лупят и в хвост, и в гриву. Его лишили свободы, но с уст его льются слова безграничной преданности императору. — Идущий на смерть, тебя приветствуют, цезарь! — А профос дрянь! — Нечего сказать. Хорош у нас слуга. — Позавчера я ему дал пять крон, чтобы он сбегал за сигаретами, а он, сукин сын, сегодня утром мне заявляет, что здесь курить нельзя. Ему, мол, из-за этого будут неприятности. — А эти пять крон, — говорит, — вернет мне, когда будет получка. — Да, дружок, нынче никому нельзя верить. Лучшие принципы морали извращены. — Обворовать арестанта, а? И этот тип еще распевает себе целый день. Где поют, ложись и спи спокойно, кто поет, тот человек достойный. Вот негодяй, хулиган, подлец, предатель. После этого вольноопределяющийся расспросил Швейка, в чем тот провинился. — Искал свой полк? — посочувствовал вольноопределяющийся. — Недурное турне. Табр, Милевска, Кветов, Враж, Мальгин, Чижева, Седлиц, Граждевицы, Радомышль, Путим, Штекна, Страканицы, Волонь, Дуб, Воднины, Противен, Путим, Писок, Будиевицы. — Тернистый путь. — И вы завтра на рапорт к полковнику? — О, милый брат, мы свидимся на месте казни. Завтра наш полковник Шреддер опять получит большое удовольствие. Вы себе даже представить не можете, как на него действуют полковые происшествия. Носится по двору, как потерявший хозяина барбос, с высунутым, как у дохлой кобылы, языком. А эти его речи — предупреждения. И плюется при этом, словно слюнявый верблюд. И речь его бесконечна, и вам кажется, что раньше, чем он кончит, рухнут стены мариинских казарм. Но я-то его хорошо знаю. Был у него с рапортом. Я пришел на призыв в высоких сапогах и с цилиндром на голове. А из-за того, что портной не успел мне сшить военной формы, я и на учебный плац явился в таком же виде. Он встал на левый фланг и марширую вместе со всеми. Полковник Шреддер подъехал на лошади ко мне, чуть меня не сшиб. — Что вы тут делаете, эй вы, штатский? — заорал он на меня так, что должно быть на шумове. Было слышно. Ну, я ему вполне корректно отвечаю, что я вольно определяющийся и пришел на учение. — Посмотрели бы вы на него. Ораторствовал целых полчаса и потом только заметил, что я отдаю ему честь в цилиндре. Тут он завопил, что завтра я должен явиться к нему на полковой рапорт. И поскакал бог знает куда, словно дикий всадник. А потом прискакал голопом обратно, снова начал орать, бесноваться и бить себя в грудь. Меня велел немедленно убрать с плаца и посадить на гауптвахту. На полковом рапорте он лишил меня отпуска на четырнадцать дней. Велел нарядить в какие-то немыслимые тряпки из цех гауза и грозил, что спорит мне на шивке. — Вольно определяющийся — это нечто возвышенное, эмбрион славы, воинской чести, герой! — орал этот идиот-полковник. — Вольно определяющийся Вольтат, произведенный после экзаменов капралы, добровольно отправился на фронт и взял в плен пятнадцать человек. В тот момент, когда он их привел, его разорвало гранатой. И что же? Через пять минут вышел приказ произвести Вольтата в младшие офицеры. — Вас также ожидала блестящая будущность, повышение отличия. — Ваше имя было бы записано в золотую книгу нашего полка. Вольно определяющийся сплюнул. — Вот, брат, какие ослы родятся под луной! Да плевать мне на ихние нашивки и привилегии, вроде той, что ко мне каждый день обращаются. Вольно определяющийся вы — скотина. Заметьте, как красиво звучит. Вы — скотина. Вместо грубого «ты» — скотина. А после смерти вас украсят сигнум лаудис или большой серебряной медалью. Сигнум лаудис — знак похвалы. Низшая степень отличия присуждавшаяся офицером австрийской армии. Его императорского и королевского величества поставщики человеческих трупов со звездочками или без звездочек. Любой бык счастливее нас с вами. Его убьют на бойне сразу и не таскают перед этим на полевые учения и на стрельбище. Толстый, вольно определяющийся, перевалился на другой тюфяк и продолжал. — Факт, что когда-нибудь все это лопнет. Такое не может вечно продолжаться. Попробуйте надуть славой поросенк. Обязательно лопнет. Если поеду на фронт, я на нашей теплушке напишу. Три тонны удобрения для вражеских полей. Сорок человечков или восемь лошадей. Дверь отворилась, и появился профос, принесший четверть пайка солдатского хлеба на обоих и свежей воды. Даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольно определяющийся приветствовал профоса следующими словами. — Как это возвышенно! Как великодушно с твоей стороны посещать заточенных, о святая Агнесса, девяносто первого полка! Святая Агнесса считалась покровительницей бедняков. — Добро пожаловать, ангел добродетели, чье сердце исполнено сострадание! Ты отягощен корзинами яств и напитков, которые должны утешить нас в нашем несчастье. Никогда не забудем мы твоего великодушия. Ты луч солнца, упавший к нам в темницу. — На рапорте у полковника у вас пропадет охота шутить, — заворчал профос. — Ишь, как ощетинился хомяк, — ответил снар, вольно определяющийся. — Скажи-ка лучше, как бы ты поступил, если бы тебе нужно было запереть десять вольно первов? — Да не смотри, как балбес, ключарь мариинских казарм! Запер бы двадцать, а десять бы выпустил, суслик ты эткий. Если бы я был военным министром, я бы тебе показал, что значит военная служба. Известно ли тебе, что угол падения равен углу отражения? — Об одном тебя только прошу. Дай мне точку опоры, и я подниму весь земной шар вместе с тобою, фанфарон ты эткий. Профос вытращил глаза, затрясся от злобы и вышел, хлопнув дверью. — Общество взаимопомощи по удалению профосов, — сказал вольно определяющийся, справедливо деля хлеб на две половины. Согласно параграфу шестнадцатому дисциплинарного устава, арестованные до вынесения приговора должны довольствоваться солдатским пайком, но здесь, как видно, владычествует закон прерий, кто первый сожрет у арестантов паек. Усевшись на нарах, они грызли солдатский хлеб. — На профосе лучше всего видно, как ожесточает людей военная служба, — возобновил свои рассуждения, вольно определяющийся. Несомненно, до поступления на военную службу наш профос был молодым человеком с идеалами. Эдакий светловолосый херувим, нежный и чувствительный ко всем, защитник несчастных, за которых он заступался во время драки из-за девочки где-нибудь в родном краю в престольный праздник. Без сомнения, все его уважали, но теперь, боже мой, с каким удовольствием я съездил бы ему по роже, колотил бы головой об нару и всунул бы его по шею в сортирную яму. И это, брат, тоже доказывает огрубение нравов, вызванное военным ремеслом. Он запел. Она и черта не боялась, но тут попался ей солдат. — Дорогой друг, — продолжал он, — наблюдая все это в масштабах нашей обожаемой монархии, мы неизбежно приходим к заключению, что дело с ней обстоит так же, как с дядей Пушкина. Как с дядей Пушкина, вольно определяющийся ошибочно приписывает слова Онегина самому Пушкину, считая, что поэт писал о своем дяде. Пушкин писал, что его дядя такая дохлятина, что ничего другого не остается, как только вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Опять послышалось щелканье ключа в замке, и Профос зажег керосиновую лампочку в коридоре. — Луч света в темном царстве! — крикнул вольно определяющийся. — Просвещение проникает в ряды армии. — Спокойной ночи, господин Профос. — Кланяйтесь там всем унтером. Желаю вам приятных сновидений. Пусть, например, вам приснится, что вы уже вернули мне пять крон, те самые, которые я вам дал на покупку сигарет, и которые вы пропили за мое здоровье. Спите сладко, чудище! Вслед за этим послышалось бормотание Профоса насчет завтрашнего полкового рапорта. — Опять мы одни, — сказал вольно определяющийся. — На сон грядущий я посвящу несколько минут лекции о том, как с каждым днем расширяются зоологические познания унтер-офицеров и офицеров. Чтобы достать новый живой материал для войны и мыслящее пушечное мясо, необходимо основательное знакомство с природоведением или с книгой «Источники экономического благосостояния», вышедшей у Кочия, в которой на каждой странице встречаются слова вроде «Скот», «Поросята», «Свиньи». Кочий — чешский издатель времен Первой мировой войны. За последнее время, однако, мы можем наблюдать, как в наших наиболее прогрессивных кругах вводятся новые наименования для новобранцев. В одиннадцатой роте капрал Альтгофф употребляет выражение «Энгендинская коза». Ефрейтор Мюллер, немец-учитель с Кашперских гор, называет новобранцев «чешскими вонючками», «Фельдфебель зондернумер» — «ослиными лягушками» и «йоркширскими боровыми». И сулит каждому новобранцу набить из него чучело, причем проявляет такие специальные знания, точно сам происходит из рода чучельников. Военное начальство старается привить солдатам любовь к отечеству своеобразными средствами, как то — диким ревом, пляской вокруг рекрутов, воинственным рыком, который напоминает рык африканских дикарей, собирающихся содрать шкуру с невинной антилопы, или готовящихся зажарить окорока из какого-нибудь припасенного на обед миссионера. Немцев это, конечно, не касается. Когда фельдфебель зондернумер заводит речь о свинской банде, он поспешно прибавляет «чешская», чтобы немцы не обиделись и не приняли это на свой счет. При этом все унтера, одиннадцатые роты, дико вращают глазами, словно несчастная собака, которая из жадности проглотила намоченную в прованском масле губку и подавилась. Я однажды слышал разговор ефрейтора Мюллера с капралом Альтгофом относительно плана обучения ополченцев. В этом разговоре преобладали несколько оплюх. Сначала я подумал, что они поругались между собой и что распадается немецкое военное единство, но здорово ошибся. Разговор шел всего-навсего о солдатах. Если, скажем, это кайчешская свинья, — авторитетно получал капрал Альтгоф ефрейтора Мюллера, — даже после тридцати раз найдер ложись, не может научиться стоять прямо, как свечка, то дать ему раза два в рыло толку мало. Надо ткнуть ему кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить фуражку на уши, скомандовать кругом, а когда повернется, нападать ему ногой в задницу. Увидишь, как он после этого начнет вытягиваться во фронт и как будет смеяться прапорщик Дауэрлинг. А теперь я расскажу вам, дружище, о прапорщике Дауэрлинге. О нем рекруты одиннадцатой роты рассказывают такие чудеса, какие умеет рассказывать разве только покинутая всеми бабушка на ферме неподалеку от мексиканских границ о прославленном мексиканском бандите. Дауэрлинг пользуется репутацией людоеда. Это антропофага из австралийских племен, что поедают людей другого племени, попавших им в руки. У него блестящий жизненный путь. Вскоре после рождения его уронила нянька, и маленький Конрад Дауэрлинг ушиб голову. Так что и до сих пор виден след, словно комета налетела на Северный полюс. Все сомневались, что из него выйдет что-нибудь путное, если он перенес сотрясение мозга. Только отец его, полковник, не терял надежды и даже наоборот утверждал, что такой пустяк ему повредить не может, так как, само собой разумеется, молодой Дауэрлинг, когда подрастет, посвятит себя военной службе. После суровой борьбы с четырьмя классами реального училища, которые он прошел экстерном, причем первый его домашний учитель преждевременно посидел и рехнулся, а другой с отчаяния пытался броситься с башни святого Стефана в Вене, молодой Дауэрлинг поступил в Гейнбургское юнкерское училище. В юнкерских училищах никогда не обращали внимания на степень образования поступающих туда молодых людей, так как образование большей частью не считалось нужным для австрийского кадрового офицера. Идеалом военного образования было умение играть в солдатики. Образование облагораживает душу, а этого на военной службе не требуется. Чем офицерство грубее, тем лучше. Ученик юнкерского училища Дауэрлинг не успевал даже в тех предметах, которые каждый из учеников юнкерского училища так или иначе усваивал. И в юнкерском училище давали себя знать последствия того, что в детстве Дауэрлинг ушиб себе голову. Об этом несчастье ясно говорили ответы на экзаменах, которые по своей непроходимой глупости считались классическими. Преподаватели не называли его иначе, как «наш бравый дурачок». Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться через несколько десятилетий он попадет в Торезианскую военную академию или в военное министерство. Когда вспыхнула война, всех молодых юнкеров произвели в прапорщики. В список новопроизведенных гейнбургских юнкеров попал и Конрад Дауэрлинг. Так он очутился в девяносто первом полку. Вольноопределяющийся перевел дух и продолжал. В издание военного министерства вышла книга «Муштровка или воспитание», из которой Дауэрлинг вычитал, что на солдат нужно воздействовать террором. Степень успеха зависит от степени террора. И в этом Дауэрлинг достиг колоссальных результатов. Солдаты, чтобы не слышать его криков, целыми отделениями подавали рапорты о болезни. Но это не увенчалось успехом. Тот, кто подавал рапорт о болезни, попадал на три дня под строгий арест. Целый день его сгоняют по плацу, а на ночь в карцер. Таким образом, в роте Дауэрлинга больные перевелись. Все больные из его роты сидели в карцере. На учении Дауэрлинг всегда сохраняет непринужденный казарменный тон. Он начинает со слова «свинья» и кончает загадочным зоологическим термином «свинская собака». Впрочем, он либерален и предоставляет солдатам свободу выбора. Например, он говорит «Выбирай, слон, врыло или три дня строгого ареста». Если солдат выбирает три дня строгого ареста, Дауэрлинг дает ему сверх того два раза в морду и прибавляет в виде объяснения. «Боишься трус за свой хобот? А что будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия?» Однажды, выбив рекруту глаз, он выразился так. «Подумаешь, экая важность, ему все равно подыхать!» То же самое говорил и фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф. «Солдатам все равно подыхать!» Излюбленным и наиболее действенным средством у Дауэрлинга служат лекции, на которые он вызывает всех солдат-чехов. Он рассказывает им о военных задачах Австрии, останавливаясь преимущественно на общих принципах военного обучения, то есть от шпанглей до расстрела или повешения. В начале зимы, еще до того, как я попал в госпиталь, нас водили на учение на плац около 11-й роты. После команды «Вольно» Дауэрлинг держал речь к рекрутам-чехам. «Я знаю, — начал он, — что все вы негодяи, и надо выбить вам дурь из башки. С вашим чешским языком вам и до виселицы не добраться. Наш верховный главнокомандующий тоже немец!» Наш верховный главнокомандующий, верховным главнокомандующим австро-венгерской армии, считался император Франц Иосиф Первый. «Слышите, черт побери! Ложись!» Все легли. А Дауэрлинг стал прохаживаться перед ними и продолжал свои разглагольствования. «Сказано, — ложись!» «Ну и лежи! Хоть лопни в этой грязи, а лежи!» «Ложись!» — такая команда существовала уже у древних римлян. В те времена призывались все, от семнадцати до шестидесяти лет, и целых тридцать лет военные службы проводили в поле, не валялись в казармах, как свиньи. И язык команды был тогда тоже единый для всего войска. Попробовал бы кто заговорить у них по-этруски. «Господа римские офицеры показали бы ему Кузькину мать. Я тоже требую, чтобы все вы отвечали мне по-немецки, а не на вашем «шалтай-болтай». Видите, как хорошо вам в грязи? Теперь представьте себе, что кому-нибудь из вас не захотелось больше лежать, и он встал. Что бы я тогда сделал? Свернул бы Сукину сыну челюсть, так как это является нарушением чинопочитания, бунтом, неподчинением, неисполнением обязанностей солдата, нарушением устава и дисциплины, вообще пренебрежением к служебным предписаниям, из чего следует, что такого негодяя тоже ждет веревка и лишение права на уважение равных по положению граждан. Вольно определяющийся замолк и, видно, найдя во время паузы новую тему из казарменной жизни, продолжал. Случилось это при капитане Адамичке. Адамичек был человек чрезвычайно апатичный. В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил, «Да ешьте меня, мухи с комарами!» На батальонном рапорте Бог весть, о чем думал. Однажды к нему явился на батальонный рапорт солдат из 11-й роты с жалобой, что прапорщик Дауэрлинг назвал его вечером на улице чешской свиньей. Солдат этот до войны был переплетчиком, рабочим, сохранившим чувство национального достоинства. «Ну да-с, такие-то дела!» — тихо проговорил капитан Адамичек. Он всегда говорил очень тихо. Он сказал это вечером на улице. «Следует справиться. Было ли вам разрешено уйти из казармы?» «Марш!» Через некоторое время капитан Адамичек вызвал к себе подателя жалобы. «Выяснено», — сказал он тихо, — «что в этот день вам было разрешено уйти из казармы до десяти часов вечера. Следовательно, наказание вы не понесете. Марш!» С тех пор, дорогой мой, за капитаном Адамичком установилась репутация справедливого человека. Так вот, послали его на фронт, а на его место к нам назначили майора Венцеля. Ну, что касается национальной травли, это был просто дьявол, и он, наконец, прищемил хвост прапорщику Дауэрлингу. Майор был женат на чешке и страшно боялся всяких трений, связанных с национальным вопросом. Несколько лет назад, будучи еще капитаном в Кутной горе, он в пьяном виде обругал кельнера в ресторане чешской сволочью. Необходимо заметить, что майор в обществе и дома говорил исключительно по-чешски, и сыновья его учились в чешских гимназиях. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь, эпизод этот попал в газеты. А какой-то депутат подал запрос в Венский парламент о поведении майора Венцеля в ресторане. Венцель попал в неприятную историю, потому что как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности. А тут, пожалуйста, эта история с пьяным капитаном Венцелем из Кутной горы. Как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности. В австрийском парламенте была довольно сильная чешская оппозиция, и шовинистические выпады против чехов могли привести к тому, что она голосовала бы против этого законопроекта. Позднее капитан узнал, что вся история дело рук некоего заурядного прапорщика из вольноопределяющихся. Зитко. Это Зитко послал заметку в газету. У него с капитаном Венцелем были свои счеты еще с той поры, когда Зитко в присутствии самого капитана Венцеля пустился в рассуждение о том, что достаточно взглянуть на божий свет, увидеть тучки на горизонте, громоздящиеся вдали горы, услышать рев лесного водопада и пение птиц, как невольно на ум приходит мысль, что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы. Такой же нуль, как и любой заурядный прапорщик. Так как офицеры в это время порядочно нализались, капитан Венцель хотел избить бедного философа Зитко как собаку. Неприязнь их росла, и капитан Венцель мстил Зитко где только мог, тем более, что из речения прапорщика стало притчей во языцах. Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы? Это знала вся Кутная гора. — Я его подлеца доведу до самоубийства, — говаривал капитан Венцель. Но Зитко вышел в отставку и продолжал заниматься философией. С той поры майор Венцель вымещает зло на всех младших офицерах. Даже подпоручик не застрахован от его неистовства. О юнкерах и прапорщиках и говорить нечего. — Раздавлю его, как клопа! — любит повторять майор Венцель. И беда тому прапорщику, который из-за какого-нибудь пустяка шлет солдата на батальонный рапорт. Только крупные и тяжелые проступки подлежат его рассмотрению. Например, если часовой уснет на посту у порохового склада или совершит еще более страшное преступление. Ну, скажем, попробует ночью перелезть через стену Мариинских казарм и уснет наверху на стене. Попадет в лапы артиллеристов, патруля ополченцев, ну, словом, осрамит честь полка. Я слышал однажды, как он орал в коридоре. «О, Господи! В третий раз его ловит патруль ополченцев! Немедленно посадить сукина сына в карцер! Таких нужно выкидывать из полка! Пусть отправляется в обоз навоз возить! Даже не подрался с ними! Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить! Два дня не носите ему жрать, тюфика не стлать! Суньте его в одиночку, и никакого одеяла растяпи этому!» Теперь представьте себе, дружище, что сразу после перевода к нам майора Венцеля этот болван-прапорщик Дауэрлинг погнал к нему на батальонный рапорт одного солдата за то, что тот якобы умышленно не отдал ему, прапорщику Дауэрлингу, честь, когда он в воскресенье после обеда ехал по площади в пролетке с какой-то барышней. В канцелярии поднялся несусветный скандал. Унтера рассказывали потом, старший писарь удрал с бумагами в коридор, а майор орал на Дауэрлинга. «Чтобы этого больше не было, известно ли вам, что такое батальонный рапорт, господин прапорщик? Батальонный рапорт — это не праздник по поводу убоя свиньи! Как мог он вас видеть, когда вы ехали по площади? Не помните, что ли, чему вас учили? Честь отдается офицерам, которые попадутся навстречу, а это не значит, что солдат должен вертеть головой, как ворона, и ловить прапорщика, который проезжает по площади. Молчать прошу вас! Батальонный рапорт — дело серьезное. Если он вам заявил, что не мог вас видеть, так как в этот момент отдавал честь мне, повернувшись ко мне, понимаете, к майору Венцелю, а значит, не мог одновременно смотреть назад на извозчика, на котором вы ехали, то нужно было ему поверить. В будущем прошу не приставать ко мне с такими пустяками. С тех пор Дауэрлинг изменился. Вольно определяющийся зевнул. Надо выспаться перед завтрашним полковым рапортом. Я думал, хоть бы частично информировать вас, как обстоят дела в полку. Полковник Шреддер не любит майора Венцеля и вообще большой чудак. Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольно определяющихся, считает Шреддера настоящим солдатом, хотя полковник Шреддер ничего так не боится, как попасть на фронт. Сагнер, стрелянный воробей, так же, как и Шреддер, он недолюбливает офицеров запаса и называет их штатскими вонючками. Вольно определяющихся он считает дикими животными, их, дескать, нужно превратить в военные машины, пришить к ним звездочки и послать на фронт, чтобы их перестреляли вместо благородных кадровых офицеров, которых нужно оставить на племя. Вообще, все в армии уже воняет гнилью, сказал вольно определяющийся, укрываясь одеялом. Массы пока еще не проспались. Выпучив глаза, они идут на фронт, чтобы из них сделали там лапшу, а попадет в кого-нибудь пуля, он только шепнет «Мамочка!» и все. Ныне героев нет, а есть убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, дождутся они бунта, ну и будет же потасовка. Да здравствует армия! Спокойной ночи. Вольно определяющийся затих, потом начал вертеться под одеялом и, наконец, спросил, «Вы спите, товарищи?» «Не спится», ответил Швейк со своей койки. «Размышляю». «О чем же вы размышляете, товарищи?» О большой серебряной медали за храбрость, которую получил столяр с Вавровой улицы на Краловских виноградах по фамилии Мличко. Ему первому из полка, а в самом начале войны, оторвало снарядом ногу. Он бесплатно получил искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью, хвастал, что он самый, что ни на есть, первый инвалид в полку. Однажды пришел он в трактир Аполлон на виноградах и затеял там ссору с мясником с Боин. Но в драке ему оторвали искусственную ногу и трахнули этой ногой по башке. А тот, который оторвал ее, не знал, что она искусственная и с перепугу упал в обморок. В участке столяру ногу опять приделали, но с той поры он разозлился на свою большую серебряную медаль за храбрость и понес ее закладывать в ломбард. Там его сцапали и пошли неприятности. Существует какой-то там суд чести для инвалидов войны, и этот суд постановил отобрать у него эту серебряную медаль и, кроме того, присудил отобрать и ногу. Как так? Ну, очень просто. В один прекрасный день пришла к нему комиссия, заявила, что он не достоин носить искусственную ногу, отстегнула у него ее и унесла. А вот еще тоже большая потеха, продолжал Швейк, когда родные павшего на войне в один прекрасный день получают медаль с припиской, что вот, дескать, пожалована вам медаль, повесьте ее на видном месте, на Божетеховской улице на Вышеграде один рассверепевший отец, который подумал, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль, сортир. А этот сортир у него был общий с одним полицейским, и тот донес на него, как на государственного изменника. Плохо пришлось бедняге. Отсюда вытекает, заметил вольноопределяющийся, что слава выеденного яйца не стоит. Недавно в Вене издали памятку вольноопределяющегося, и там в чешском переводе помещено такое захватывающее стихотворение «В сраженье доброволец пал. За короля страну родную он отдал душу молодую и всем другим пример подал. Везут на пушке труп героя, венки и ленты впереди, и капитанскую рукою приколот орден на груди». «Так мне кажется, что боевой дух у нас падает», сказал после небольшой паузы вольноопределяющийся. «Я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту темную ночь в нашей тихой тюрьме песню о канонире Ябурке. Это подымет боевой дух, но надо петь как следует, чтобы нас слышали во всей Мариинской казарме, поэтому предлагаю подойти к двери». И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла. Он пушку заряжал «Ой, лада, гей, люли!» и песню распевал «Ой, лада, гей, люли!» Снаряд вдруг пронесло «Ой, лада, гей, люли!» Башку оторвало «Ой, лада, гей, люли!» А он все заряжал «Ой, лада, гей, люли!» песню распевал «Ой, лада, гей, люли!» Во дворе раздались шаги и голоса. «Это профос», сказал вольно определяющийся. «А с ним подпоручик Пеликан. Он сегодня дежурный. Я с ним знаком по чешской беседе». Чешская беседа — чешское патриотическое общество, основанное в девятнадцатом веке. «Он офицер запаса, а раньше был статистиком в одном страховом обществе. У него мы получим сигарет. А ну-ка дернем еще раз!» И Швейк с вольно определяющимся грянули опять. «Он пушку заряжал!» Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул «Здесь вам не зверинец!» «Пардон!» ответил вольно определяющийся. «Здесь филиал Рудольфинума». Рудольфинум — дом, построенный в Праге в 1880 году в честь наследного принца Рудольфа. «Концерт в пользу арестантов! Только что был закончен первый номер программы «Симфония войны!» «Прекратить!» приказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью. «Надеюсь, вы знаете, что в девять часов вы должны спать, а не учинять дебош?» «Ваш концертный номер на площади слышно!» «Осмелюсь доложить, господин подпоручик», ответил вольно определяющийся. «Мы не срепетировались как следует. Быть может, получается некоторая дисгармония». «Это он проделывает каждый вечер». Профос старался подзудить подпоручика против своего врага. «И вообще ведет себя очень некультурно». «Господин подпоручик», обратился к Пеликану вольно определяющийся, «разрешите переговорить с вами с глазу на глаз. Пусть Профос подождет за дверью». Когда Профос вышел, вольно определяющийся по-свойски попросил. «Ну, гони сигареты, франта». «Спорт?» «И у тебя, у лейтенанта, не нашлось ничего лучше». «Ну, ладно, и на том спасибо». «Да, и спички тоже». «Спорт», сказал он пренебрежительно после ухода подпоручика. «И в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает страшный суд». Перед сном вольно определяющийся не забыл спеть. «Горы и долы и скалы высокие наши друзья. Нам не вернуть того, что любили мы, ах, дорогая моя». Рекомендуя швейку полковника Шредера как изверга, вольно определяющийся в известной мере ошибался, ибо полковник Шредер не был совершенно лишен чувства справедливости, что становилось особенно заметно, когда он оставался доволен вечером, проведенным в обществе офицеров в одном из ресторанов, но если не оставался доволен». В то время как вольно определяющийся разражался уничтожающей критикой полковых дел, полковник Шредер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненый в ногу рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован. Ну вот, выскочили из окопов. По всей линии в два километра перелезают через проволочные заграждения и бросаются на врага. Ручные гранаты за поясом, противогазы, винтовки наперевес, готовы и к стрельбе, и к штыковому бою. Пули свистят. Вот падает один солдат, как раз в тот момент, когда вылезает из окопа. Другой падает на бруствере, третий сделав несколько шагов, но лавина тел продолжает катиться вперед с громовым «Ура!» в тучи дыма и пыли. А неприятель стреляет со всех сторон из окопов, из воронок от снарядов, и строчит из пулеметов, и опять падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельские пулеметы. Одни падают, но другие уже впереди. «Ура!» падает офицер. Ружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное. Снова падает целый взвод, трещат неприятельские пулеметы, тра-та-та-та-та-та-та-та, падает. «Простите, я дальше не могу, я пьян». Офицер с больной ногой умолк и, тупо глядя перед собой, остался сидеть в кресле. Полковник Шредер с благосклонной улыбкой стал слушать, как капитан Спиро, ударяя кулаком по стулу, словно с кем-то споря, нес околесицу. «Рассудите сами. У нас под знаменами австрийские уланы-ополченцы, австрийские ополченцы, боснийские егеря, австрийская пехота, венгерские пешие гонведы, венгерские гусары, гусары-ополченцы, конные егеря, драгуны, уланы, артиллерия, обоз, саперы, санитары, флот, понимаете? А у Бельгии первый и второй призыв составляют оперативную часть армии, третий призыв несет службу в тылу». Капитан Спиро стукнул по стулу кулаком. «В мирное время ополчение несет службу в стране!» Один из молодых, громко, чтобы полковник услышал и удостоверился в непоколебимости его воинского своему соседу. «Туберкулезных я посылал бы на фронт. Это им пойдет на пользу. Да и, кроме того, лучше терять убитыми больных, чем здоровых». Полковник улыбался, но вдруг он нахмурился и, обращаясь к майору Венцелю, спросил. «Удивляюсь, почему поручик Лукаш избегает нашего общества? С тех пор, как приехал, он ни разу не был среди нас». «Стихи пишет», насмешливо отозвался капитан Сагнер. «Не успел приехать, как уже влюбился в жену инженера Шрейтера, увидав ее в театре». Полковник поморщился. «Говорят, он хороший и поет куплеты». «Еще в кадесском корпусе всех нас забавлял куплетами», ответил капитан Сагнер. «А анекдоты рассказывает? Одно удовольствие». «Не знаю, почему он сюда не ходит». Полковник сокрушенно покачал головой. «Нету нынче среди офицеров былого товарищества. Раньше, я помню, каждый офицер старался что-нибудь привнести в общее веселье. Поручик Данкель служил такой. Так тот, бывало, разденется до нога, ляжет на пол, воткнет себе в задницу хвост селедки и изображает русалку. Другой подпоручик Шлейснер умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, подражать мяуканью кошки и жужжанию шмеля. О, помню еще капитана с кодой. Тот, стоило нам захотеть, приводил с собой трех девочек-сестер. Он их выдрессировал словно собак, поставит их на стол, и они начинают в такт раздеваться. Для этого он носил с собой дирижерскую палочку, и следует отдать ему должное, дирижер он был прекрасный. Чего только он с ними на кушетке не проделывал. А однажды велел поставить посреди комнаты ванну с теплой водой, и мы один за другим должны были с этими тремя девочками купаться. А он нас фотографировал. При одном воспоминании об этом полковник Шредер блаженно улыбнулся. Какие пари мы в этой ванне заключали, продолжал полковник, гнусно причмокивая и ерзая в кресле. А нынче? Разве это развлечение? Куплетисты тот не появляется. Даже пить теперешние младшие офицеры не умеют. Двенадцати часов еще нет, а за столом уже, как видите, пять пьяных. А в прежние то времена мы подвое суток сиживали и чем больше пили, тем трезвее становились и лили в себя беспрерывно пиво, вино, ликеры. Нынче уже нет настоящего боевого духа. Черт знает почему это так. Ни одного остроумного слова. Все какая-то бесконечная жвачка. Послушайте только, как там в конце стола говорят об Америке. На другом конце стола кто-то серьезным тоном говорил, Америка в войну вмешаться не может, американцы с англичанами на ножах, Америка к войне не подготовлена. Полковник Шредер вздохнул, вот она, болтовня офицеров запаса, нелегко их принесла. Небось, вчера еще этакий господин строчил бумаги в каком-нибудь банке или служил в лавочке, завертывал товары, торговал кореньями, корицей и гуталином или учил детей в школе, что волка из лесу гонит голод. А нынче он хочет быть ровней кадровым офицером, во всем лезет разбираться и всюду сует свой нос. А кадровые офицеры, как, например, поручик Лукаш, не изволят появляться в нашей компании. Полковник пошел домой в отвратительном настроении. На следующее утро настроение у него стало еще хуже, потому что в газетах, которые он читал лежа в постели, в сводке с театра военных действий он несколько раз наталкивался на фразу «Наши войска отошли на заранее подготовленные позиции». Наступил славный для австрийской армии период, как две капли воды, похожей на дни у Шабоца. Дни у Шабоца В 1914 году австрийские войска три раза доходили до сербского города Шабоц, лежащего на реке Сава. Однако каждый раз их не только отгоняли от города, но и изгоняли из Сербии. Под впечатлением прочитанного полковник к десяти часам утра приступил к выполнению функции, которую вольно определяющийся, по-видимому, правильно назвал страшным судом. Швейк и вольно определяющийся стояли на дворе и поджидали полковника. Все были в полном сборе. Фельдфебель, дежурный офицер, полковой адъютант и писарь полковой канцелярии с делами опровинившихся, которых ожидал меч немезиды, полковой рапорт. Наконец, в сопровождении начальника команды, вольно определяющихся капитана Сагнера, показался мрачный полковник. Он нервно стегал хлыстом по голенищам своих высоких сапог. Приняв рапорт, полковник среди гробового молчания несколько раз прошелся мимо швейка и вольно определяющегося, которые делали равнение направо и равнение налево, смотря по тому, на каком фланге находился полковник. Он прохаживался так долго, а они делали равнение так старательно, что могли свернуть себе шею. Наконец, полковник остановился перед вольно определяющимся. Тот отрапортовал «Вольно определяющийся?» «Знаю», сухо сказал полковник, «выродок из вольно определяющихся. Кем были до войны? Студентам классической философии? Стало быть, спившийся интеллигент?» «Господин капитан», сказал он Сагнеру, «приведите сюда всю учебную команду вольно определяющихся». «Нас», продолжал полковник, снова обращаясь к вольно определяющемуся и с таким вот господином студентам классической философии, приходится мараться нашему брату кругом. Так и знал. Складки на шинели не заправлены, словно только что от девки или валялся в борделе. «Погодите, голубчик, я вам покажу». Команда вольно определяющихся вступила во двор. «В каре», скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом. «Посмотрите на этого человека», начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольно определяющегося. «Он пропил вашу честь, честь вольно определяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой навстречу славе на поле брани. А куда повел бы своих солдат этот пьяницы? Из кабака в кабак. Он один вылокал бы весь солдатский ром. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» обратился он к вольно определяющимся. «Ничего, а полюбуйтесь на него. Он не может сказать в свое оправдание ни слова, а еще изучал классическую философию. Вот действительно классический случай». Полковник произнес последние слова, нарочито, медленно и плюнул. «Классический философ, который в пьяном виде по ночам сбивает с офицеров фуражки». «Тип! Счастье еще, что это был какой-то офицер из артиллерии!» В этих словах выразилась вражда 91-го полка к будиевицкой артиллерии. Горе тому артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев и наоборот. Вражда была глубокая и непримиримая «Вендетта кровная месть». Она передавалась по наследству от одного призыва к другому. Вражда выражалась с той и с другой стороны в традиционных происшествиях. То пехотинцы где-то спихивали артиллеристов в Вултаву, то наоборот. Драки происходили в Порт-Артуре, у Розы и в многочисленных других увеселительных местах столицы Южной Чехии. «Тем не менее, — продолжал полковник, — подобный поступок заслуживает сурового наказания. Этот тип должен быть исключен из школы вольно определяющихся. Он должен быть морально уничтожен. Такие интеллигенты армии не нужны. Полковой писарь!» Полковой писарь подошел со строгим видом, держа наготовить дела и карандаш. Воцарилась тишина, какая бывает в зале суда, когда судят убийцу и председатель провозглашает, объявляется приговор. Именно таким тоном полковник провозгласил. «Вольно определяющийся Марек присуждается к 21 дню строгого ареста и по отбытии наказания отчисляется на кухню чистить картошку». И, повернувшись к команде вольно определяющихся, полковник скомандовал «Построиться в колонну!» Слышно было, как команда быстро перестраивалась по четыре в ряд и уходила. Полковник сделал капитану Сагнеру замечание, что команда недостаточно четко отбивает шаг и сказал, чтобы после обеда он занялся с ними маршировкой. «Шаги должны греметь, господин капитан». «Да, вот еще что, чуть было не забыл», прибавил полковник. «Объявите, что вся команда вольно определяющихся лишается отпуска на пять дней. Пусть они помнят своего бывшего коллегу, этого негодяя Марека». А негодяй Марек стоял около швейка с чрезвычайно довольным видом. Лучшего он не мог и желать. Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать кендлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив полные подштаники, орать один за другим, примкнуть штыки. Отойдя от капитана Сагнера, полковник Шреддер остановился перед швейком и пристально посмотрел на него. В этот момент швейковскую внешность лучше всего характеризовала его круглое улыбающееся лицо и большие уши, торчащие из-под нахлобученной фуражки. Его вид свидетельствовал о полнейшей безмятежности и об отсутствии какого бы то ни было чувства вины за собой. Глаза его вопрошали. «Разве я натворил что-нибудь? И чем же я виноват?» Полковник суммировал свои наблюдения в вопросе, обращенном к полковому писарю. «Идиот!» И увидел, как открывается широкий, добродушно улыбающийся рот Швейка. «Так точно, господин полковник, идиот!» ответил за писаря Швейк. Полковник кивнул адъютанту и отошел с ним в сторону. Затем он позвал полкового писаря, и они просмотрели материал о Швейке. «А-а-а!» сказал полковник Шреддер. «Это стало быть денщик поручика Лукаша, который пропал в таборе согласно рапорту поручика. По-моему, господа офицеры должны сами воспитывать своих денщиков. Уж если господин поручик Лукаш выбрал себе денщиком такого идиота, пусть сам с ним и мучиться. Времени свободного у него достаточно, раз он никуда не ходит. Вы ведь тоже ни разу не видели его в нашем обществе? Ну вот, значит, времени у него хватит, чтобы выбить дурь из головы своего денщика». Полковник Шреддер подошел к Швейку и, рассматривая его добродушное лицо, сказал, «На три дня под строгий арест, глупая скотина. По отбытии наказания явиться к поручику Лукашу». Таким образом, Швейк опять встретился с вольно определяющимся на полковой гауптвахте, а поручик Лукаш, наверное, испытал большое удовольствие, когда полковник вызвал его к себе и сказал, «Господин поручик, около недели тому назад, прибыв в полк, вы подали мне рапорт об откомандировании в ваше распоряжение денщика, так как прежний ваш денщик зале». «Но ввиду того, что денщик ваш возвратился, господин полковник с мольбой произнес поручик, «Я решил посадить его на три дня, после чего пошлю к вам», твердо сказал полковник. Потрясенный Лукаш, шатаясь, вышел из кабинета полковника. Швейк с большим удовольствием провел три дня в обществе вольно определяющегося марека. Каждый вечер они организовывали патриотические выступления. Вечером из гауптвахты доносились «Храни нам Божий государь», потом «Принц Евгений, славный рыцарь». Затем следовал целый ряд солдатских песен, а когда приходил профос, его встречали кантатой. «Ты не бойся, профос, смерти, не придет, тебе капут, за тобой прискачут черти и живьем тебя возьмут». Над нарами вольно определяющийся нарисовал профоса и под ним написал текст старинной песенки. «За колбасой я в Прагу мчался, навстречу дурень мне попался, тот злобный дурень был профос, чуть-чуть не откусил мне нос». И пока оба дразнили профоса, как дразнят в Севилье алым плащом андалузского быка, поручик Лукаш с тоскливым чувством ждал, когда к нему явится швейк и доложит о том, что приступает к выполнению своих обязанностей.